Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, добрый день. До дня голосования осталось 12 дней, да? Совсем немного. За это время вы побывали в регионах, встречались с людьми в трудовых коллективах, так напрямую с людьми беседовали. В общем, проделана достаточно большая работа, и это очень правильно, это безусловно полезно. Конечно, избирательная кампания завершается, она потому и называется избирательной, потому что скоро выбора, а избиратель в центре этого процесса. То есть в центре этого процесса в конечном итоге все-таки не те, кого избирают, а те, кто избирает. Вот именно эти люди должны находиться в поле нашего внимания, зрения, постоянно, и в ходе избирательных кампаний, и особенно после их завершения. И в этой связи хотел бы сказать, что в вашей, в нашей общей работе нет, не будет и никогда не должно быть каких-то интересных, неинтересных, важных или второстепенных тем. Все, что представляет интерес для конкретного российского гражданина, все важно. И вопросы внешней политики, безопасности и обороны, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальные вопросы в целом. Все важно. Важно все, что представляет интерес для жизни каждой российской семьи, каждого российского человека, каждого российского гражданина. Очень важно будет в будущем объединять вокруг себя тех людей, которые хотят позитивно работать в будущей Государственной Думе. Причем, вне зависимости от того, пришли люди в парламент по андомандатным округам, либо по партийным спискам, важно найти единомышленников и объединять их единой задачей созидания, развития нашей экономики, социальной сферы. Приносить пользу людям в самом широком смысле этого слова. И очень, думаю, полезно для вас было сейчас, когда вы ездили по регионам, с людьми встречались, посмотреть, как работает то, что уже принято за последнее время, проанализировать так называемую правопринятельную практику, получить обратную связь. И если вы считаете это целесообразным, а в некоторых вещах я уже сам вижу, что нужно что-то добавить и подкорректировать, значит, с этим нужно тоже приходить в Государственную Думу и, не откладывая в долгий ящик, все эти проблемы формулировать и решать. Ну, в общем, работы много, но впереди самый важный, самый главный этап. И здесь есть еще одна вещь, которую я бы хотел сказать. Она и так, собственно говоря, лежит на поверхности, но она чрезвычайно важна, и забывать о ней никогда нельзя. Доверие людей очень важно. А для того, чтобы это доверие возникло, нужно чувствовать, чем люди живут. И нужно предельно откровенно не бояться ничего, говорить правду о реальной ситуации и о том, что вы реально предлагаете сделать для решения задач, перед которыми сторона стоит. Вот если, во-первых, люди у нас даже если в деталях какой-то проблемы не знают, они часто сердцем чувствуют, вот где правда, а где ложь, где пустые обещания, а где желание, реальное желание и стремление конкретного человека, в данном случае депутата будущего, изменить ситуацию к лучшему, решить реально ту или иную проблему. Это люди сразу улавливают. Фальшь не проходит никогда. И вот если на основе вот такой работы с людьми вы добьетесь главного, добьетесь доверия людей, то здесь наступает вторая, не менее важная задача. Это доверие нужно оправдать конкретной, постоянной, ежедневной работой. Ну вот давайте поговорим о тех проблемах, которые вы считаете важными, которые вы наработали за предыдущее время, кто-то, кто уже был депутатом Государственной Думы, или вот в ходе работы сейчас с людьми в регионах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...